Дамы и господа, всем привет! Ну или добро пожаловать, как пишет нам Help. Мы сегодня с вами начинаем новую серию игр. Называется игра GameDevTycoon. Да, опять длинное слово, опять я буду путаться в названиях. С вами Виктор, с вами канал ViteokPlay. И, собственно, мы опять будем делать игры, но теперь немного в другой игре. Но она более развитая зато. Ну, поехали, посмотрим, что мы сможем здесь сделать. Добро пожаловать! Игра переносит вас обратно во времени к самому началу игровой индустрии. Создайте свою команду качественных игроделов. Команда. В общем, будем делать хиты и прочее, прочее, прочее. Будем становиться мэтрами игровой индустрии. Ну, конечно же, нам нужно создать компанию. Во-первых, длительность игры рекомендуется. Давайте сколько рекомендуется, так и сделаем. Название компании у нас обычно происходит в честь подписавшихся или прочее. Но так как давно никто не подписывался, я уже не помню, кто это сделал. Давайте назовем ее... Да. Балабум! Балабум Энтертеймент. Имя игрока... Мишелс, да. Витек. Давайте я буду. Женщина-мужчина. Женщина-мужчина. Я вроде бы мужчина, так что давайте. А цвет волос. Какой у меня цвет волос, ребят? Блин, как бы волосы-то увидите, господи. Совсем не осталось уже. Вот этот? Да, наверное, все-таки тот. Пусть будет вот этот. Так, черный цвет есть? Черный, мне нужен черный. Я же черный. Нет, черного нет, есть только вот такой полосатый. Ну, хорошо, пусть буду черный в полосочку. Погнали. Обучение. Если вы хотите посмотреть сообщение по обучению, то вы можете увидеть в меню помощь. А, ну то есть, да, обучение будет только там, если сам захочешь. Я понял. Хорошо. Договорились. Окей. Поздравляем, вы только что создали свою собственную компанию разработки игр. В настоящее время ваш офис находится в гараже. И вы единственный сотрудник, но не волнуйтесь, много успешных фирм проходили этот путь. Да, Близзы тоже так делали. А можно как-то фон сделать потемнее, ребят? Никто не в курсе? Я прям слепну. Давайте начнем создавать вашу первую игру. Закройте это сообщение, а затем щелкните где-нибудь на экране для вызова меню действий. Создать новую игру. Так, вы должны определить, какую игру вы хотите создать. И дать в вашей игре имя. О боже, ваши опции первоначально ограничены. Ну, мало опыта у нас. Так, игра номер один. Давайте сначала выберем тематику. Супергерой. Больница. Правительство. Охота. Ну, в принципе, правительство и больница, если совместить, это будет нормальная игра. Так, больница. Выбор жанра. Экшн. Приключения. РПГ. Симулятор. Симулятор больницы. Платформа G64. Что это такое вообще? Что это такое, ребята? Что такое G64? ZX Spectrum, что ли, какой-нибудь? Я даже не понимаю. Стоимость разработки 20 тысяч. Так, у нас денег нету, значит, PC. Назовем ее... Конечно же, это, ребята, The Game Hospital. Я думаю, вы догадываетесь. Кстати, совсем недавно эта игра получила переиздание. Можно было бы, кстати, в нее сыграть. The Game Hospital. Назову. Так, следующий. Возможности и выбор. Так, текстовая основа, 2D графика, версия 10. Ой, версия 1. Начать разработку. Давай. Погнали. Опа, опа, опа. Ух ты, как красиво все происходит, ребят. Разработка игры проходит в 3 этапа. В начале этого этапа... Ой, каждого этапа вы можете решить, на каких областях игры вы хотите сосредоточиться. А выбор правильного подхода к вашей игре значительно увеличивает очки, которые вы генерируете. Как вы видите, я уже баги, один баг спрограммировал и одну технологию. Какие области являются важными для вашей игры? Снизьте внимание на областях, которые, на ваш взгляд, менее важны. Если вы хотите прочитать это кратко. Так, движок. Движок. Так, у нас стратегия... Ой, стоп, у нас симулятор. В симуляторе должен быть хороший движок, иначе это будет нереально. Ну и, конечно же, геймплей в симуляторе должен быть хороший. А вот истории и квесты, что-то, мне кажется, не очень даже и важны. Это же симулятор. Вот так давайте сделаем. Больница-симулятор. Поехали. Фанатов. Ноль. Разработка игры началась. Поехали. При разработке вы будете генировать игровые очки, которые отображаются пузырьками. Игровые очки делаются на очки дизайна и очки технологий. Так, это очки технологий, наверное, очки дизайна. А, а это баги, я все-таки так генерирую, да? Чем больше очков вы генерируете, тем лучше будет игра. Так, будут генерироваться очки багов, эти очки становятся менее вероятными, как только вы получите опыт. Баги увеличивают время и затраты на разработку игры. До релиза они должны быть исправлены. Понятно. Понятно. Так, перерывчик небольшой. Настройки я хочу посмотреть, можно ли как-то поменять цвет экрана. Нет, нельзя. К сожалению, не поменять цвет экрана мне. Ну ладно, будем взрываться просто. Так, стадия разработки номер два. Диалоги, дизайн уровней, искусственный интеллект. Какие нахрен диалоги в симуляторе больницы? Дизайн уровней должен быть хорош. Мне кажется, искусственный интеллект тоже может быть неплох. Отправляем. Так, пишут мне, что вот из-за таких, как Витя, и появляются баги. Так, во время разработки вы можете также выбрать дополнительные функции для своей игры. Прямо сейчас вы можете только выбрать основные звуки. Но ваши опции скоро увеличатся. Выбор дополнительных функций делает игру обычно лучше. Но также и увеличивает ее стоимость. Вы также будете видеть графический тип, который вы выбрали, когда вы определили игру. Это должно только напомнить вам о вашем выборе. Вы не можете изменить тип графики с середины игры. Это понятно. Так, у нас 2G графика. Звук. Так, добавляем звук. Дизайн мира. Урв. Что такое урв? Графика. Звук. Так, ну а если мы делаем звук, то уж пусть будет хороший звук. Если делаем графику, то уж будет хорошая графика. А дизайн мира урв? Это я вообще не понял, в чем загвоздка, что это такое. Давайте чуть поменьше, хотя... Лампусь. Эх, хреново поймешь. Что творить? Завершить. Так, разработка вашей первой игры завершена. Да, вы можете нажать кнопочку завершить для публикации игры, но делайте это только тогда, когда вы исправите большинство ошибок. Выпуск игры без исправления ошибок может серьезно повлиять на ваш рейтинг, поэтому вы должны делать это тогда, когда вам нужны наличные деньги, и вы не можете позволить себе ждать. Ну давай баги править. Что я могу сказать? Три бага, два бага, один бага. Опа, ноль багов. Можно запускать. Разработка игры завершена. При разработке игры вы приобретаете опыт и улучшаете свои навыки. Когда разработка будет завершена, вам покажут сводку полученного опыта. Так, бонус полтора, новая тематика, новая комбо. А, я комбо открыл, все-таки я правильно, симулятор и больницу сделал. Так, я прокачал себе движок, геймплей, история квеста, диалоги, дизайн уровней, искусственный интеллект, дизайн мира, графика, звук. Витек просто получил 103 опыта. Выпустить игру, конечно же. Это же шедевр. Трезвый расчет. Создайте игру с хорошим сочетанием гейм. Что-то, в общем, я, видимо, правильно все выбрал. Работа на игрой закончена, и она отправлена издателю. Скоро должна начаться продажа, и выйдут первые обзоры. Хорошо, что дальше делать? Ух ты! Генерация. Так, стоп, а паузу можно поставить как-то в игре? Или здесь не бывает паузы? Пыль с первого отзыва о нашей недавно выпущенной игре TheMHospital. Так, 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 4, 5, 6, 8. Кого? Приятное. Star Games пишет. Приятное. Изворотливо, но хорошо. Informed Gamer. Обожаю Game Hero. Неплохо. Играю днями. All Games. Думаю, классную игру с вами сотворили. Вы закончили разработку вашей первой игры. Пока вы разрабатывали игру, вы также получили очки исследований. Вы можете использовать их, чтобы открыть новые опции для будущих игр. Для вызова меню исследований закройте это сообщение, щелкните куда-нибудь на экране для вызова меню действий. Так, исследование. Исследование важно, чтобы разблокировать новые опции. Сделать игры лучше, вы должны постараться сохранить достаточное количество очков исследования, чтобы иметь возможность создать свой собственный игровый движок. Это значительно улучшит ваши игры. С различными темами и комбинациями жанра для небольшого повышения исследования. Итак, новый движок игры 50 и новая тематика 10. Слушайте, ну а зачем мне новая тематика-то, я не понимаю. У меня еще эти тематики не израсходованы. Я не хочу никаких исследований давать. Итак, так, новички в игровой индустрии только что выпустили свою первую игру, Zeme Hospital. Игра получила благоприятные отзывы с таким хорошим началом. Компания была Boom Entertainment. Несомненно, быстро найдут фанатов. Че, первые фанаты будут? Игровая история, генерация игрового отчета. Что это такое? Так, это я и про игру. Да, могу посмотреть. А вот, я нашел как паузу ставить. Нет, не нашел. А что сейчас происходит? Продано в количестве 5000 копий за первую неделю с начала продаж. Вы добрались в хит-парадах на 34 место. У меня даже 30 фанатов появилось. Теперь, когда ваша игра в продаже, вы будете получать доход от игры каждую неделю. Вы можете увидеть, насколько хорошо воспринята ваша игра, глядя на график продаж в верхнем правом углу экрана. Фанаты. Так. 30 фанатов. А че я сейчас генерирую? Очки исследований? Ага. А почему я могу только игровую историю сделать? А я не могу делать новую игру, пока не продастся следующего и предыдущая, что ли? 10 тысяч копий мы уже продали. В больнице симулятор отлично создают комбинацию. Геймплей кажется очень важным для этого типа игры. Графика кажется очень важным для этого типа игры. Ага. Отлично. Да хорош, что ты меня заваливаешь сообщениями. Так, игровой отчет. Отличный способ получить больше очков исследований и новых идей. Так, упается формированием отчетов для каждой выпущенной игры. Теперь, когда вы закончили первое... А, я отчет сделал себе. Понятно. Так, не хочу я в исследование лезть. Новую игру давайте сделаем. Че нет-то? Так, у нас с вами есть супергерои. Охота. Давайте супергероев сделаем. Жанр. Экшен. Экшен про супергероев. Это, по-моему, самое оно. Приключения, кстати, про супергероев, мне кажется, тоже нормально пойдут. И платформа, конечно же... А можно сразу на две? Нет, нельзя. Тогда писюк. Остается у нас писюк. Экшен про супергероев. Давайте назовем ее... Слушайте, я же могу по-русски называть. Серебряный серфер. По-моему, нормальная игра заходит, да? Отлично. 2D график, конечно же. Начать разработку. Слушайте, а мне нормально так. Игра серебряный серфер. Супергерои экшен. Движок. Геймплей. Экшен, экшен. История квеста, наверное, нужны все-таки, да? Движок тоже нужен. Геймплей тоже нужен. Все нужно. Все поровну. Давайте все поровну сделаем, действительно. Так, так, работай, работай. Баги плоди. 2 бага сразу сделал. Вот это да. Диалоги, дизайн уровней, искусственный интеллект. Так, искусственный интеллект в экшене не очень нужен. Диалоги, возможно, дизайн уровней просто на максимум. Отлично. Поехали дальше. Ну, конечно же, я со своей точки зрения как воспринимаю. Все-таки, как поменять экран этот долбанный? Звук, графика, дизайн мира. Я думаю, все в порядке. Графика и звук должны быть на уровне. Что такое? Что задумался? Ох, еще багов наплодил сколько, а? Так, 111 тысяч заработал на ЗМГоспитал. Давай баги плодить теперь, да? И технологии. Так, недавнее исследование рынка. Предполагаю, что Говодор 64 устойчиво превосходит цене конкурентов в секторе PC. Потребители предпочитают более низкую цену, большую доступность и гибкую конкурентацию аппаратных. Так, так, ну понятно. В общем, это скоро закончится, этот Гамодор. Все, багов нет, отправляем игру. О, новая комбо, отлично. Прокачиваем движок, геймплей, истории квеста, диалоги, дизайн уровней, ну как положено, искусственный телег, дизайн мира, графика. Все прокачал. Итек тоже прокачался, конечно же я буду выпускать ее. Новый рекорд, кстати, а что это я новый рекорд делал? Одиннадцать дизайнов, десять технологий. Первые отзывы об игре Серебряный Сёрфер. Жалко, что нельзя это все ускорить, можно было лучше. Они не должны забывать о искусственном интеллекте. Твою мать. Изворотливо, но хорошо, и четыре скучно. Отстой, господа, слив, засчитан. Так, ну надеюсь, все-таки мы получим какую-то прибыль, хотя вон копии пошли продаваться, нормально. Так, 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 игровой отчет, давай, генерируем. Так, если мы сейчас загенерируем себе столько исследований, сколько нам понадобится. Так, супергерой экшен отлично создает комбинацию, геймплей кажется весьма важным для этого типа игры, дизайн мира кажется не очень важным для этого типа игры. Ну, я так и понял. В принципе, мне говорили, что нужно взять... Так, исследование. Я хочу новый дрижак. Три фаната у Серфера появилось. Хорошо, охота. 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 Нет, это будет не охота, это будет у нас правительство, стратегия про правительство. По-моему, неплохо. Написи. Назовем ее... Знаете, такая была игруха, называлась Диктатор. Ди... О, по-русски. Диктатор. Это была стратегия про правительство на компьютере, да? Все так и было. Нужна ли 2D графика в этой игре? Ну, в принципе, я не думаю, что здесь слишком большая разница будет. Диктатор был вообще текстовый. Но 2D графика, ну давайте сделаем ремейк, и будет 2D графика. Чуть больше потратим. Опа-на. Так, здесь нужна история, я уверен. Движок не очень важен. Геймплей, я думаю, нужен. Хотя стратегия без движка. Блин, тут подумающий. Но стратегии, геймплей это нужно. История квестов в правительстве тоже нужна. Какая стратегия без истории квестов? А движки обычно корявые какие-то, да. Пусть будет так. По слухам, японская компания NINVENTO готовит к запуску своей собственной домашней игровой консоли NINVENTO. Известный своей очень успешной игрой Dinky King. Хе, многие эксперты сомневаются, что игровые консоли смогут обрести популярность. Но нам интересно увидеть, что же представит NINVENTO. Да уж. Людей, которые хотят ровно сидеть на жопе и дергать только джойстик, столько, оказывается. Хоп. Так, стадия 2. Дизайн уровней... Не... Интеллект... Да... Диалоги... Нет... Пусть будет искусственный интеллект и чуть-чуть дизайна уровней. Диалоги, стратегии это самое распоследнее, что может быть. Вообще на нолях сведем. Опа! Погнали! Чпок-чпок-чпок-чпок-чпок. Интересно, а почему нельзя управлять временем? Так, звук в диктаторе. Ну пусть. Так, дизайн мира нужен. Графика, наверное, не очень. Звук добавим, дизайн мира. Ну... Так, хрен с ним. Пусть будет вот так. Сейчас какую-нибудь как афулин... как кафелину, наверное, соберу. О, у меня исследование на новый движок. Так, продажи игры серебряный серфер. Принесло нам 56. Ну даже с такими рейтингами довольно-таки неплохо у нас с вами получилось серебряного серфера продать. Он принес нам прибыль. Главные очки исследований. Завершаем игру. Опа-опа-опа! 13! Новый рекорд за дизайн! О, комбо открыто, отлично. Пык-пык-пык-пык! А во! Все, я нашел, как ускорить это дело. Конечно же, выпустим. Давай-ка мы пока исследование нового движка сделаем. Пара-пара-папу-папу! Движок не нужен, видите, пишут. Как так не нужен? Так, первый отзыв о диктаторе. 7, приятное. Видели и лучше. Эй вы! Они не должны забывать о движок. То есть движок все-таки нужен был. Хорошо, ладно. Так, вот она. Консолька зашла. Так, подожди немного, открой немножко функция для движка. Ага! Так, работа по контракту. Привет, я только что прошел диктатор, я восхищен вашим талантом. Я занимаюсь заключением договоров, и у меня есть применение вашим навыкам. Если у вас будут проблемы с деньгами, просто дайте мне знать, и я найду для вас какую-нибудь работу. Джейсон. Так, а я могу отменить исследование? Нет, видимо, не могу. Поздно. Поздно вы мне сказали, что не надо было тратить на движок. Ну и ладно. Вы спешно исследовали новый движок. Теперь вы можете создать свой собственный движок. Стоп. Я только открыл. Ну что же вы меня так... Ой, елки-палки. Игровая история. Давай-ка дик... Диктатор надо исследовать. Так, для Витек. От Патрик. Привет, Витек. Мы являемся создателем гей-дэф-тайконы. Хотели бы поверить за покупку нашей игры и то, что вы этим сами поддержали нас. Хорошо. Окей. Отлично. Осадок какой-то остался, да? Как будто кого-то напарил. А, так. А, вот. Гирового отчета надо генерацию сделать. Да, я его просто открыл. То есть я не буду создавать. Я не дурак. Опа-опа-опа. Исследования пошли. Что такое? Деньги какие-то? Ты отправитель стратегии. Отлично создает комбинацию. Движок кажется весьма важный. А я движок на минимум поставил. Платформа сочетательная. Стратегия на PC. Это отлично. Ага. Вот оно что еще нужно сочетать. Все, я понял. Так. Следование. Новая тематика. Закон. Музыка. Дикий запад. Тайна. Дикий запад. Музыка. Закон. Давай дикий запад. Так. Мы продали 10 тысяч копий почти. Принесло нам 68,894. Неплохо. 143 тысячи денег у нас. Новая игровая платформа TESA от Nintendo. Так. Я что-то исследовал. Давайте пойдем работать по контракту. Контракты являются полезными инструментами, чтобы заработать дополнительные деньги, а также могут быть полезны для генерации небольшого количества очков исследований. Контракты требуют, чтобы вы генерировали определенное количество очков дизайна и технологий, прежде чем время закончится. Подумайте, сможете ли вы это сделать. Так. За 4 недели нужно... А, тут разные еще есть, да? За 3 недели, за 4 недели... Нет, давайте попробуем вот за 4 недели... А, блин. 8, 8, 8, 5. Давайте попробуем за 4 недели сделать этот контракт. Давай, 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 отлично, успели. Как раз то, что нам нужно. Мы перейдем 12 тысяч на ваш счет. Так. Мне сейчас позвонил наш клиент, чей контракт ты выполнил, отличная работа. Как правило, у меня появляются новые контракты каждые полгода, так что заглядывай иногда. А, что еще есть? За 3 недели... Боюсь, не смогу. Давайте попробуем вот этот вот сделать. Так. Так. Успеваю, вроде бы. Так, это было 4 недели. Слушайте, ну за 3 недели я даже не знаю, смогу ли я... Справлюсь ли я за 3 недели вот это вот отработать. Попробуем, рискнем. 8 тысяч, не такие уж большие деньги. Давай, давай, паши как лось. Ой, не успеваю, ой, не успеваю. Ой, 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 давай, 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 еще чуть-чуть. Успею, успею. Отлично. Ууу. Прямо выдохнуло, а. Так, исследование. Новая тематика. Кино. Закон музыка тайна кино. Давайте кино. Сейчас все исследования потратим. Ух ты, предок Мэтт Геймс тайкун. Ха, да. Типа того. Ну что, давай, ты же закончил исследование. Все, теперь давайте новую игру. Тематика. Больница и правительство у нас уже было. А, стоп. Больница, правительство и супергерои у нас были. У нас есть теперь охота, дикий запад, кино. Кино. Что может быть про кино, интересно? Так, давайте жанр выберем. Экшн. Приключения. Приключения. Приключения, наверное, с диким западом хорошо зайдутся. Дикий запад, приключения. Мне кажется, очень должны хорошо зайти. Итак, и про приставку-то какая, а? Экшн. Приключения, РПГ, симулятор под вопросом, стратегия плюс-плюс-плюс. Стратегия для писяков, значит, мы делаем, да. Ну, значит, нам нужно делать для... Для... Так, приключения на диком западе. Ну, наверное, это все-таки... О-о-о-о! 80 тысяч. Ну, давайте рискнем, хрен с ним. Так, назовем ее как? Дикий запад, приключения. Ну, может быть, это какой-нибудь Индиана Джонс? Хрен-то пойми. Ой, что я пишу? Дживс. Пусть будет. Индиана Дживс. Кто знает, кто такой Дживс? Это будет дорогая игра, я чувствую, не окуплю ее, да? Я зря это все затеял. Ну, ладно, хрен с ним. Пусть. Так, дикий запад, приключения. Геймплей, история, квесты, движок. Да все нужно. Пу-ру-ру-пу-пу-пу-пу-пу. Так. Дикий запад, приключения, диалоги. Диалоги нужны. Дизайн уровень нужный, искусственный интеллект. Да блин. Какой-то я жару такую выбрал, в нем все нужно. Дживс, это карточка из Хардстоуна. Индиана Джобс. Так, приключения, графика. Да все, опять все нужно на максимум выводить. Ну ладно, будет игра середнячок. Я не знаю, что в этой игре нужно было все-таки выводить на плюс. Дик, баги, баги правим. Правим баги. Что-то хреново у меня игра получилась, если честно. 8 дизайна. 5 технологий, это... Так, ну комбо хорошее сошлась. Движок новый уровень, геймплей новый уровень. Так, здесь новые уровни везде. И даже я, блин, выпустить игру. Ладно, выпускать, но конечно она будет говно. Так, новость не доступна, новые исследования, обучение. Монозвук, что такое обучение? Велись первые отзывы. Так, сейчас будет говно один. Ааааа! У-у-у-у-у! Все, ну я понял, да, неутешительно. Неправильно я все понасобирал там. Фу-га, ой, ой, плохо. Все. Просрал бабла немерено. Молодец. Молодец, Витя! Так, нужна генерация. Так, снискала успех, число продаж Происходит самое смеложное Я обожаю игры в ШСС Так, так, так А с контролем немного веселее, чем с клавиатурой Так, наш анализ Дикий запад и приключения Плохо свою комбинацию Так, дизайн уровня кажется не очень важным Для этого типа дизайн уровень не важен А платформа Сочетается с жанром приключения Плохо О-оу, плохо сочетается Тю-тю А я-то думал В чем косяк Хорошо Так, работа по контракту За 14 штучек сделать 19-3 Вот это я сделаю Куть-куть-куть-куть-куть-куть-куть-куть Куть-куть-куть-куть-куть-куть-куть-куть Так Так Остается только по контракту работать На самом деле я думаю, вот это тоже я смогу сделать звуки такие прикольные до успел еще двадцаточку заработали так за 4 недели 19 3 тут можно облажаться на самом деле давайте проверим давай 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 работай работай паши как папа карла 40 тысяч принесло ну блин я на разработку больше потратил давай еще чуть-чуть 21 уже успел прям впритык так запомнили 19 плюс 3 я сейчас могу где-то 20 очков с чем-то выбить хорошо хоть деньги появились и новая игра тематика кино симулятор кино создать может быть может быть rpg про охоту rpg про охоту на рпг про охоту ребят это какой-нибудь диабло получается это же может хоть охота хотя охота это больше наверно приключение так а что можно про рпг сделать супергерои рпг что-то не очень больницы рпг кино рпг правительству тут как-то ничего нет хотя супергерои рпг наверно можно сочетать охота симулятор давайте охота симулятор так здесь симулятор вопросик может быть здесь так симулятор охоты на приставки странно выглядит но на компьютере симуляторы что-то не очень да я так понимаю хотя там вопрос написан я еще не следует вопрос значит так мой совет угадал с тематикой бей в одну точку но это же скучно дикий запад плюс рпг мне еще подсказывают ну давайте попробуем deer deer hunter симулятор на тессе я даже не знаю если честно ну он может быть может быть 2d графон единственное я не знаю так в симуляторах я забыл что они сейчас должны подсказать да так подсказки от плюс плюс до минус минус указывать насколько важная область в этой кида все так геймплей плюс 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 отлично движок по моему не очень история квесты тоже не очень пусть будет геймплей нас тут на полную вашей катушку выкручен какой в симуляторе охоте может быть истории квестов вы мне скажите а вот движок нужен на самом деле в симуляторе охоты чтобы было красиво убивать уток из пистолета было круто кстати да разнообразие игровых устройств также создает рынок для более специализированных игр одни платформы больше нравятся младшим геймера другие привлекать более возрастной группы а так 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 понятно новая услуга так целевая аудитория так и один баксус сделал прикиньте так охота симулятор наверное искусственный интеллект нужен диалоги в симуляторе охоты я даже не представляю по моему это вот не нужно там не с кем говорить с оленями что ли болтать я не понимаю ну и дизайн уровне не посерединке болтать с оленями в симуляторе охоты это огонь наверно просто не собой так собственно игровые движки это здорово улучшить качество ваших игр смотрите я только один баг выпустил опа еще еще два бага сразу так и третья стадия графика на максимум дизайн мира средняя звук средняя а чё нащупали то и бьем как минут подсказали 21000 у меня денег осталось будет слухи что после оглушительного успеха консоли тесс другая японская компания вена тоже планирует выпуск собственной домашней игровой консоли сейчас погоди баги сейчас отработаем и сразу все 1413 неплохо два новых рекорда одновременно новая тематика новая комбо и и и шо а что это чуть чуть не ускоряю веду надо выпускать пока найдем работу нет работаем так исследование что у нас есть новая тематика геймплей ох господи тут еще и деньги надо тратить день дизайна звук монозвук геймплей обучение обучение можно так хорошо так целевая аудитория и как мне это поможет это мне свой движок надо потом как-то будет прикрутить или что а сейчас 30 тысяч потрачу я прогорю да ну ладно прогарю так прогарю если ваш кредит так надеюсь вы из первого отзыва должно быть хорошо давай десятку 7 так 7 это уже хорошо главное теперь чтоб это было минимально так еще 7 еще 7 чё все 7-то 9 выдающаяся игра в геймс вставит но значит должны продаваться нормально опа на за первую неделю ты посмотри целевая аудитория открыта так и что мне теперь с ней делать что медиа столовой аудитории с целевой аудитория ребят копий продано 16 7 стоимость так ожидаются ожидаются продажи на 116 тысячах давайте посмотрим что же мы хорошего в этой игре сделали вена это sega а вот она мастер ви какая-то компания утверждает что мастер ви технически превосходит успешную консоль тесс от нинтендо планирует выпустить его ближайшие месяцы хорошо как обычно баба баба наша консоль самая лучшая консоль мире на самом деле кроме компьютера ничего лучше то и нету охота симулятора отлично создают комбинацию смотри отлично дизайн мира кажется не очень важно для этого типа игры платформа с читательными жанрами а хорошо сочетается и платформа сочетается с аудиторией для всех чего платформа с читательными жанрами симулятор хорошо платформа сочетательной аудитории для всех хорошо что это как я не понял как не по-русски вообще звучит так что там работа есть у появилась работа по контракту а это я сделаю оба но ты посмотри сколько бабосиков то я уже поднял 184 тысячи отлично игра зашла по контракту а халява вообще так все кажется моя игра почти закончила продажи должен успеть 20 очков я на и наклепаю так продажи закончились принесло нам 247 тысяч а блин там было не 4 недели да все облажался облажался не успел но вот первый провальный контракт ребят штраф 9000 в так а что такое создать новый свой движок ну-ка посмотрим он то есть по сути я ничего не могу другого сделать кроме того что сейчас у меня есть начну на новую игру создавать опа вы теперь можете создать игры под разные возрастные категории игры могут быть для детей для всех и для взрослых выбор правильной аудитории для вашей игры очень важен выбранная вами платформа также играет немалую роль некоторые платформы популярны только в определенных возрастных категориях учу прикалываетесь понеслась что-то сложновато нужно википедию открывать я понял чтобы создавать супер-пупер игры так что вот интересно вот 0 плюс и от 0 до 13 помаде а 0 плюс это для всех это от 17 это для детей то есть вот от 14 до 16 не играет в игре хорошо давайте попробуем сделать кино выбрать жанр кино action приключения rpg симулятор стратегия но это точно не рпг не стратегии не симулятором хотя симулятор кино это тоже наверно на весело бывает до action или приключения action или приключения но это у нас рен знает что так стоп приключения на приставку вообще не идет приключение на приставку не идет так ась мы будем делать для приставки то значит нужно не приключения action action на приставку 0 плюс про кино action про кино так как же это назвать то action про кино ба 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 movie man 2 я не знаю что это такое пусть будет 2d графика так поехали геймплей для экшена хорошо да а для кино наверное истории квесты хорошо хотя action здесь же мы все-таки выбираем для экшена движок помню неплохо идет хрен что так пусть так посмотрим что из этого получится стадии разработки 2 в экшене искусственный интеллект наверно нет чуть диалогов дизайн уровень небольшой искусственный интеллект так себе но диалоги в экшене зачем они то же время в кино диалоги нужны а ладно сейчас что-то фигню какую-то сделаю я зачастую опять не выставит там счет минус 500 тысяч ты заработал скажут так дизайн игрового мира не нужен вообще график и звук на максимум она не очень хорошо продается в северной америке но будет не конкретно во всем остальном мире и даже не знаю такую приставку что-то хреноват у нас получается своими дизайном и технологиями в этот раз бедновато говно игра получилась комбо все-таки сработал ты посмотри выпускаем конечно смысл не выпускать игру я не понимаю первые отзывы так сейчас скажут отстой 6 из ворот ливана хорошо но сейчас в минус наверно пойдет все-таки 6 показывает потенциал хорошую 7 уж я ожидал них более низких оценок неплохо значит мы даже получим плюс на этой игре скорее всего так сразу давайте генерировать отсчет я хочу узнать что там в плюс что в минус так наш анализ пострелиза кино action хорошо создают комбинацию диалоги не важно для этого типа игры платформа хорошо сочетается с жанрами action хорошо работы нет исследования звука геймплей и новую тематику ну давайте откроем какой-нибудь там звук и давайте пока ребята на этом приостановимся с вами была игра геймдев тайкун кажется я не ошибся также вместе с вами был виктор то бишь я на канале витек play то бишь там где вы все это смотрите а ну и да кстати интересно чем-то конечно же она отличается от мэтт геймс тайкун ну здесь мне нравится знаете что что здесь нужно постоянно делать игры и это мне очень нравится постоянно нужно что-то там выкаблучивать всем спасибо за внимание если вам понравилось это видео ставьте обязательно лайк не забывайте этого делать можно даже в начале видео ставить лайк а потом если что ну там разберетесь его даже можно снимать если видео не понравилось как всегда отправляем злейшему врагу ссылку на него ну а дальше подписку только остается вам оформить если вы еще этого не сделали надеюсь вам понравится у меня много прохождений различных игр на канале ну что читайте описание наверняка у этой игры появится плейлист ну и только могу сказать одно пока до будущих встреч